Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы будем тестить новинки 15 каталога Фаберлик. Итак, поехали! Что будем тестировать? Первым это тушь. Тушь ваш Оскар, по-моему, у меня. Я уже забываю, девчонки. В общем, артикл 502.01, перевыпуск. Я уже сделала макияж, у меня осталась только тушь. Давно она у нас была относительно. Хочется обновить свои впечатления. Я помню, что мне нравилось. Никаких-то там, каких-то вау впечатлений не помню, но помню, что нравилось. Здесь большая фибровая кисточка, такая прям огромная. Давайте пробовать наносить. Конечно, еще тяжело говорить, пока тушь не раскрасилась, но это естественные реснички. Вот кто любит, это естественные реснички. Фесс-класс уже за такое количество движений сделала бы их более длинными. А я вижу только то, что она их просто прочесывает и подкрашивает. Какого-то заоблачного удлинения не вижу и не вижу объема. Тоже не вижу. Будем наслаивать. Мне вот такого вот маловато, если честно. Посмотрим, как ляжет второй слой. А так пока, ну вот я мазюкаю-мазюкаю, да, и ничего не меняется. То есть здесь нет такого геля, как, допустим, фесс-класс, который удлиняет ресничку. Нету. Ничего не меняется, хоть сто раз по ресницам в воде. Я уже, в принципе, поняла, что это не моя история, да. Я думаю, что это очень деликатная тушь. И вот именно для тех, кто любит естественные реснички. Ну нет, она их просто расчесывает. Расчесывает, как бы выравнивает даже. Но ни удлинения, ни объема, ничего здесь нет. Такая базовая тушь для естественных ресниц. Получится ли наслоить еще, да? Надо, наверное, придется подождать, чтобы первый слой высох. Сейчас попробую, конечно, но она вряд ли. Она вообще не наслаивается пока. Ну, чуть-чуть совсем. Да, надо подождать, чтобы первый слой как следует подсох. Потом уже будем наславить. Хотя бы чуть-чуть удлинять начала. С легонца так. Чуть-чуть. Но не более. Но высыхает она, кстати, быстро. Вот уже почти высох, в принципе, первый слой. Сейчас я немножко похожу, подожду как следует. Пусть высохнет, нанесем второй. И да, по новой серии Ума все понравилось. Все понравилось. Две подмывашки, потому что я не вижу в них абсолютно никакого различия. Все понравилось. Все деликатное, все классное, все суперское. Раздражение, ничего аллергий никаких не вызвало. По подгузникам подробный ролик уже, скорее всего, есть в Дзене. Поэтому проходите. Ссылка на Дзен всегда под видео. Будет там. По маечке черной. Маечка черная классная. Вот я в ней спала. XXL. А на меня она такая в облипку. Но у нее такой фасон. Она в облипочку такая. Немножко растягивается в процессе носки. Но удобная. Очень удобная и комфортная. Дома прям вот чеголять. И я бы в такой майке даже вот в теплое время года под какой-нибудь джемпер, под какой-нибудь там пиджачок, кардиганчик, что-нибудь такое тоже надевать. Очень красиво. Прям замечательно. Майка супер. Понравилось прям. Да. Ну что, вроде высохли. Давайте пробовать второй слой нанести. Подождите, малыш, мне зеркальце пока нужно. Ну вот уже как-то получше, да. Более-менее. Угу. Ну пока два слоя, но мне прям маловато. Мне маловато. Сейчас я еще третий буду наносить. Но в целом она наслаивается, что уже хорошо. И реснички разделяет. То есть эффекта получих лапок отнюдь здесь никакого не будет. Ну пока, по крайней мере. Да, может быть она раскрасится. У нас с вами результат будет поинтереснее. Я надеюсь на это. Вот. А так идеальное разделение. Не склеивает. В этом плане все отлично. Давайте кремовую помаду, которая у нас с вами тинт по факту, еще поносим целый день и посмотрим, как она себя ведет. 405-45. Очень плохо видно. В обзоре заказа мы с вами ее уже и так и сяк пробовали. И по сути это тинт. Этот самый светлый оттенок, он очень яркий. Она полупрозрачная, дает такой, ну все равно насыщенный оттеночек губам. Да, малыш. Можно немножко походить, потом промокнуть, потому что она оставляет легкую липкость. Даже сразу, если это сделать, слушайте, она не отпечатывается. Ну вот так промокнуть. Чтобы брать эту липкость. Практически никакого следа на ватном диске не вставляете. Вот и все. Матовые такие губки, чуть подсвеченные. Состав прикольный. Слушайте, буду пользоваться. Мне хотелось немножко другого, конечно, оттенка. Но, я так поняла, он самый удачный в этой серии. Хотя, может быть, и другие тоже ничего. Посмотрим. Так, ну что? Нет, еще, наверное, рановато. Еще чуть похожу. Третий слой. Ну что, нанесла третий слой. На этот глаз ни в какую реснички не хотят вот наслаиваться. Крис, подожди, милочка моя. Держи тушь. Вот, ни в какую. Вот этот более-менее получился. А здесь прям не хочет наслаиваться. Вот не хочет и все. Так, я сейчас вам покажу при естественном освещении макияж. И покажу сводч кремовой помады тинта. Тоже при естественном освещении. Буду носить целый день и тушь, и тинт. И дам вам свой отзыв. Вот макияж при естественном освещении. Тушь, в принципе, неплохая. И даже, вроде как, вы знаете, подкручивает. Я надеюсь, что ей нужно раскраситься. Она у нас, такой результат будет выдавать. Не с третьего, а с четвертого слоя. Немножко пораньше. Вот реснички. Три слоя. И тинт, собственно говоря. Но на губы не ориентируйтесь. Сейчас делаю сводчик. Так, это тушь, кисточка, фокус. Вот как выглядит. Помадка, как выглядит во флакончике. Это спонжик. Такой вот он огромный. И это сводча. То есть, вот тут я прям жирненько так мазанула, а здесь кисточкой подтушевала. Какой-то такой непонятный цвет. Даже не знаю, как его описать. Вот сейчас камера вам абсолютно верно передает. Очень непонятный цвет. Видите, когда я стерла салфеткой сводч, вот где было пятно, он остался. То есть, все-таки... Все-таки это тинт, слушайте. Ну что, девчонки, рассказываю, как проносился макияж. На следующий день уже рассказываю. Тушь не моя вообще история. Объясню, почему. Она отпечатывается. Она отпечатывалась на верхнем веке, она отпечатывалась на нижнем веке, создавая эффект панды. Не знаю, почему я не помню, в прошлом своем исполнении отпечатывалась она или нет. Но на данный момент вот такая вот история. Тушь фест-класс сейчас у меня на ресницах, она не отпечатывается. Поэтому, не знаю, выкидывать придется. В общем, деньги на ветер получилось. Мне не понравилось совершенно. И смывается она просто отвратительно. Слушайте, она размазалась черным вот таким вот углем огромным на все лицо. Я смывала ее двухфаской вашей любимой, которую я тоже не оценила. Ну, не вашей, а многие девчонки писали, что ее любят. Я ее тоже не оценила совсем. И просто вот после этой туши, вот так вот, по всему лицу, пришлось миллион ватных дисков использовать, чтобы ее в конце концов оттереть. С тушью фест-класс такой истории нет. Вообще все, ну, по крайней мере, с коричневой, которой я пользуюсь, да. Все идеально, все прекрасно, поэтому нет. Тушь вообще нет, нет и нет. По поводу кремовой помады Тиретинта, она оставляет легкий оттенок на губах, даже после перекуса. И полноценного приема пищи он легенький, такой все-таки остается. Через несколько часов он совсем как бы сходит на нет и все. Как бы его нет. Не знаю, кому такой продукт понравится. Я больше люблю стойкие матовые текстуры. И оттенки мне в этой линейке не понравилось, поэтому тоже знала бы, не взяла, да, скажем так. Ну и все, мои хорошие. Как я вам уже говорила, отзыв на подгузники подробные будет в Дзене. На этом все. Ссылка для регистрации Хаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех любит. Всем пока.